В Чувашии побывала делегация посольства Кубы в России, представители общественной организации «Общество дружбы с Кубой». Программа визита была насыщенной. За два дня гости успели посетить предприятие республики и провести ряд встреч. Ольга Пырочкина подробнее. Кубинских гостей глава Чувашии Михаил Игнатьев встречает на смотровой площадке Дома правительства. К русской зиме послу Херардо Пеньальвер Порталио, который уже больше года живет в Москве, не привыкать. А вот крупнейшую реку в Европе Волгу он видит редко. Однако в ближайшем будущем по-волжские регионы в его графике рабочих визитов будут чаще. В партнерстве с субъектами нашей страны, включая Чувашию, остров Свободы видят хорошие перспективы, отметил полномочный посол на рабочей встрече. Куба маленькая страна, но Куба для России далеко не рядом. Потому что мы имеем историческое отношение. Если Куба сегодня имеет такой высокий уровень индустриализации, образования и залоохранения, это тоже благодаря за взаимовыгодное сотрудничество. И сегодня мы продолжаем стратегически партнерство с Россией. Обсуждать сотрудничество продолжили уже в более широком составе на совещании. Внешнеторговый оборот с Кубы растет, отметил Михаил Игнатьев. Динамики рос на 7%. Внешнеторговый оборот составил около 300 тысяч долларов. Сумма может быть не такая большая. Но для учета я могу сказать, мы сейчас работаем с 96 странами мира. По прошлому году внешнеторговый оборот составил 550 миллионов долларов. Хорошо продается на экспорт продукции химической промышленности и машиностроительные продукции. В нашем машиностроении Куба заинтересована. До встречи участники делегации посетили промтрактор. Гусеничные экскаваторы, погрузчики и трубоукладчики сейчас востребованы на их рынке. Кроме того, Куба планомерно переходит на возобновляемые источники энергии. И здесь, в Чувашии, тоже есть что предложить. И очень важно эта компания «Хейвель». Посмотрели все производства, и очень-очень современно. России, в том числе и Чувашии, в свою очередь, интересны наработки в области биотехнологии. С 2017 года в республике больных с синдромом диабетической стопы лечат препаратом, разработанным кубинскими фармацевтами. У нас есть биофармацевтическая промышленность. У нас есть очень хорошие, уникальные препараты. И даже в области образования мы думаем, что есть потенциал. А еще стороны планируют развивать туризм. В конце прошлого года Россия и Куба упростили безвизовый режим. Срок пребывания для граждан обеих стран увеличился до трех месяцев. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.